И, драгоценные, сегодня я хочу вам прочитать два места из Слова Божьего, которые, кажется, вроде бы противоречат друг другу. Но в то же самое время я считаю, что если мы не поймем значение этих мест Писания, нам очень трудно будет исполнить волю Божью. Оба этих места из посланий апостола Павла. Первое место – это послание к римлянам, 16 глава. Давайте откроем послание к римлянам, 16 главу, и прочитаем вместе с 17 стиха. И вот апостол Павел пишет христианам. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему и Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Вот смотрите, апостол говорит, что люди со своими коварными какими-то планами и целями вкрадываются, производят разделения, соблазны и обольщают сердца простых людей. Обольщают сердца, в синодальном переводе говорится, простодушных. И второе место Писания из другого послания апостола Павла, это второе послание Коринфянам, 11 глава. И прочитаем со второго стиха. «Ибо я ревную о вас, пишет апостол Павел, ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И вот посмотрите, видимое противоречие. С одной стороны, люди хитрые, коварные, обольщают простых, простодушных людей. С другой стороны, Павел говорит, что наши умы не должны уклониться, то есть не должны отойти от простоты во Христе. Как же это понимать? Я смотрел эти два слова, это разные слова, но они очень часто использовались как синонимы. Вот в послании к римлянам, то, что у нас переведено как простодушие, это слово такое «акокос», греческое слово «акокос» стоит в оригинале. Здесь же «аплотитос», то есть похожие слова, синонимы, но у каждого слова есть свой оттенок, есть какие-то свои особенности в значении. Вот посмотрите, первое слово, да, «обольщение сердец простодушных». Вот это слово «простодушие», «акокос», оно используется в других местах Писания. Чтобы посмотреть на оттенки значения слова, давайте посмотрим несколько мест из Библии, где точно так же это слово используется. Вот книга «Притч», первая глава, где говорится про мудрость, что для чего же нам необходима мудрость. И вот смотрите, первая глава, притч, четвертый стих. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность». Вот здесь вот это же слово используется «простые». В современном переводе российского библейского общества так сказано, смотрите, «простодушным, чтобы добавить им соображения». Нам необходима мудрость. Если ты свой ум оставляешь в такой вот неприкосновенной простоте, это нехорошо. Тогда ты являешься несмышленным человеком. В этой же главе книги «Притч», первая глава, 22 стих. Смотрите, вот перевод другой здесь, другие слова стоят, но слово в греческом то же самое, «акокос». «Доколи невежды будете любить невежество». Вот еще значение, да? Мы говорили в четвертом стихе «несмышленый», в простой смысле «несмышленый». Здесь в смысле «невежественный». В современном переводе российского библейского общества так говорится, «Сколько можно простакам коснеть в простоте?» То есть не задействовать свой ум, не развивать его. И в 14 главе «Притч» опять-таки это слово используется, смотрите, 15 стих. «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим». И вот слово «глупый», да, опять-таки другой перевод на русский, но в греческом стоит то же самое слово «акокос». В современном переводе так звучит, «легковерный всякому слову доверится». То есть, посмотрите, вот значение это слово «простодушный», чье сердце легко обмануть, обольстить. Вот значение такое, «простодушный», «глупый», «невежественный», «несмышленный». И апостол Павел побуждает нас от этого освобождаться, от невежества, от несмышленности, от глупости. Почему? Потому что в нашем мире есть огромное количество людей, которые используют нашу так называемую «простодушие», «несмышленность», такую наивную доверчивость ко всему. Для чего? Чтобы обернуть к своей выгоде. Как пел кот Базилио, пока живут на свете, кто там, простаки, обманом жить нам стало быть с руки. Приходят люди и используют твою несмышленность. Приходят люди и используют твою наивность какую-то. Поэтому мы в церкви часто говорим о важности критического вымышления. Важно фильтровать информацию, которая к нам сегодня поступает со всех сторон. Уже там из телефона информация. Не только как раньше из телевидения, не из радио. Сейчас слышали не из утюга новости, говорят нам. Везде какая-то информация. Очень часто эта информация противоречит одна другой. Не случайно я вам говорил, что сегодня телевидение – это просто источник лжи. Я смотрю на людей, которые регулярно лицезреют российское телевидение. У них, значит, какая-то агрессия возникает, какое-то недовольство. Откуда ты знаешь? Ну говорят, а тебя, может, обманывают. Ну как так? Много лжи. Дьявол, отец лжи. Ты скажешь, ну я же не знал, меня обманули. Надо избавляться от этой несмышленности. Иначе нас могут легко использовать в своих целях. Это совсем не та простота, от которой мы не должны уклоняться. Именно от этой простоты, от этого простодушия, от этого невежества. Мы должны с вами исцеляться. Мы должны с вами освобождаться. Поэтому, когда ты что-то хочешь предпринять, изучи ту сферу, в которой ты стремишься что-то достичь, чего-то добиться. Хочешь заниматься бизнесом, изучай эту сферу. Сегодня многие хотят заниматься бизнесом не потому, что у них есть дары или таланты, а потому что они хотят много денег. И появляются тут же люди, которые говорят, ой, мы тебя таким бизнесменом сделаем. Такие прям великие проценты тебе каждый год будут приходить. Только вот нужно вложиться немного. Вот у тебя квартира, ну продай свою квартиру, вложись, и ты через год 10 себе квартир купишь. И простодушные идут, и несут свои деньги, и продают свои квартиры. А потом, когда все вскрывается, думаешь, как так, мы не знали. Когда в 90-е годы был вот этот шум с компанией МММ, я даже представить себе не мог, что в 2000-х годах МММ снова возродится. Что этот человек, выйдя из тюрьмы, снова продолжит свое дело. Но даже если бы он это и сделал, я представить себе не мог, что люди снова понесут ему свои деньги. Вы понимаете, идти долиной смертной тени и идти долиной, где разложены грабли, это разные вещи. Некоторые люди такое чувство, что они все время идут по долиной граблей. И на одни те же грабли, и по одному и тому же месту, и из года в год, и с года в год. Никакой пользы. Потом приходит пастор, что делать? Пастор, давай молиться. За что молиться? Чтоб деньги вернулись? Нет, давай за голову твою молиться сначала. Чтоб Бог дал тебе стремление развиваться, узнавать, что таких процентов не может быть в природе. Либо эти люди занимаются наркотиками, либо нелегально торгуют оружием. В обоих случаях бизнес криминальный. Ты хочешь им заниматься? Нет, не хочу. А что, полез тогда? А я думал, честно. А честно, таких процентов не бывает. Чтобы, так знаешь, многие люди с поколения в поколение выстраивают свою жизнь, а тут раз за один год просто разбогател. Но это наивность. И мы часто такую наивность маскируем под веру. Сколько таких бизнесменов на меня обиделось. Я совершенно не разбираюсь в бизнесе. Но Бог дает мудрость, чтобы мы не были несмышленными людьми, чтобы мы рассуждали. Понимаете? Поэтому если ты говоришь, ой, пастор, вообще зачем нужно? Я верю в Иисуса. Я не уклоняюсь от простоты в Иисусе и ничего не знаю. Это вообще не об этом речь. Это совсем не та простота. Как раз вот от твоей простоты нужно избавляться. Иначе тебя используют и в твоей жизни, и в духовной жизни. И мы видим, в Священном Писании есть пример вот такой простоты. Вот смотрите. Откроем Ветхий Завет, Вторую книгу Царств, 15 главу. Вторая книга Царств, 15 глава. Вот можно прямо с первого стиха читать. Здесь история про Авесолома. Как Авесолом восстал на своего отца Давида, чтобы занять его престол. После сего, смотрите, Авесолом завел у себя колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Авесолом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорит ему Авесолом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его, целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходящим на суд к царю. И вкрадывался Авесолом в сердце израильтян. Понимаете, не за всякой улыбкой скрывается любовь. Есть объятия, есть улыбки, есть приятные слова, за которым люди прячут свои намерения, свою корысть, жажду власти, жажду денег. Но все это под видом любви, под видом заботы. И Авесолом был таким. Все, что его интересовало, власть, деньги, место царя. Вот и все. Ну что, он придет и скажет, я хочу царский трон, денег и власти. Нет, я хочу людям помочь. Я хочу, чтобы не было несправедливости в народе, чтобы был кто-то, кто может каждого выслушать и рассудить по правде. Похоже на предвыборные обещания, которые у нас вывешиваются все время. О людях и о людях и о людях. А потом вскрываются деньги в офшорных компаниях. Люди, как так? Нас обманули. Не, не, не. Можно было и раньше догадаться. Несмышленный. Ну как, вот как догадаться? Я вам сейчас покажу, как догадаться. Вот смотрите. По прошествии сорока лет царствования Давида Абисолом сказал царю. Седьмой стих. Пойду и я исполню обет мой, который дал я Господу в Хевронии. Ибо я, раб твой, жил в Гессуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу. Видите, так. Опять-таки слова. Не то, что он там пошел план свой коварный осуществлять. Нет, он Богу служить пошел. То есть все скрывается за красивыми словами. Любовь, жертва Господу, забота. И послал ему царь, иди. И сказал ему царь, иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Абисолом лазутчиков во все колена Израилевы. Сказав, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Абисолом воцарился в Хевроне. С Абисоломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им. И пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Казалось бы, ну не виноваты, но не знали же они. Ну им сказали, жертва Господу. Красивые лозунги, красивые предвыборные обещания. Так все хорошо, так все здорово. Знаете, это напоминает известную пьесу нашего классика, где говорится о молодом юрком человеке Глумове, который пытался там прорваться в богатые высшие слои общества. Ну вел дневник. И потом, когда его дневник вскрыли, то, что он писал о своем дальнем богатом родственнике, Мамаеве, вот там написано, достойно удивления, как сей муж, дожив до седых волох, сохранил в неприкосновенности ум пятилетнего ребенка. Вот люди как бы живут, ну как по современной поговорке, когда мудрость приходит с возрастом, но к некоторым возраст один приходит. Хотя Мамаев был хитрым тоже человеком, но на всякого мудреца довольно простоты. Найдется похитрее, найдется попроворнее. То есть есть вещи, от которых мы должны избавляться. Вот от такого. От невежества избавляться, от глупости избавляться, от несмышленности избавляться. Нам Бог не только сердце дал, нам Бог разум дал, чтобы мы его развивали. Поэтому мы побуждаем молодежь учиться, заниматься, развивать то, что Господь дал. Дары, таланты должны быть пущены в оборот. Иначе они не принесут пользы, просто когда их зарываешь в землю. На лукавого всегда найдется более лукавый, более хитрый найдется. Мы должны избавляться от этой хитрости. Но при этом мы должны развивать в себе способность мыслить, способность анализировать, способность размышлять. Вот один говорит одно, а другой говорит совершенно противоположное. Как понять? Ведь мы же не знаем. Но есть что-то в нашей жизни, что поможет нам найти правильный ответ. Я вам сегодня покажу, что это. Но вначале мы давайте рассмотрим второе слово. Второе слово вроде бы синоним, но здесь другие оттенки. Это слово аплотетас. Аплотетас означает, послушайте, простота, но вот такие еще есть оттенки. Примота, искренность, честность, прямодушие. В переносном значении это слово используется как щедрость, радушие. То есть вот такое отношение, связанное с гостеприимством, с готовностью помочь. Я вам покажу, где вот это слово используется в других местах Писания. Вот послание к римлянам, 12 глава, 8 стих. Знаменитые слова. Вот здесь как раз это слово стоит аплотетас. 8 стих. Увещатель ли, увещивай, раздаватель ли, раздавай, в простоте. Вот та простота, в которой мы должны стоять, связана с искренностью, с честностью. Потому что развивать критический ум, развивать способность к анализированию не значит превращаться в циника, не значит ко всему относиться скептически. это совершенно разные вещи. С одной стороны, мы должны развивать наше мышление, наш разум, способность анализировать. С другой стороны, мы должны сохранять искренность, честность. Когда ты что-то раздаешь, что-то делаешь, добро, за этим не должно быть двойного дна, а раздавай в простоте. Или вот в современном переводе так говорится, кто дает, пусть дает от чистого сердца. Видите? Простота в значении чистого сердца. Нет подводных там течений. Другое место, второе послание к Коринфянам, первая глава. И вот здесь, смотрите, 12 стих. Ибо похвала наша, сию есть свидетельство совести нашей, что мы, смотрите, в простоте и благоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно у вас. В современном переводе говорится, ведь мы вот чем гордимся, наша совесть нам по рукой в том, что мы ведем себя в мире, особенно по отношению к вам, с той открытостью и искренностью, которые исходят от Бога. То есть, видите, простота, как открытость и искренность. В этом же послании, второе послание к Коринфянам, восьмая глава, второй стих. И вот, смотрите, апостол пишет, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Так вот, это слово, которое переводится как простота, здесь переведено как радушие. То же самое слово аплотитос. То есть, простота, как открытость, радушие, гостеприимство. В девятой голове второго послания к Коринфянам, в одиннадцатом стихе, смотрите, так сказано, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Вот, опять-таки, слово щедрость, это тоже слово аплотитос. Простота. Вот, со всякой простотой в значении щедрости, открытости. И здесь же в этом главе тринадцатый стих. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому все вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. И вот слово искреннее общение дословно с греческого переводится простота общности. То есть, простота наших взаимоотношений. То есть, смотрите, если мы говорили вот от какой простоты мы должны избавляться от простоты как глупости, как невежества, как несмышленности, от этого мы должны избавляться. Здесь же простота в другом значении, как чисто сердечие, открытость, искренность, щедрость, радушие. так вот от этой простоты мы не должны отходить. То есть, когда мы развиваемся, накапливаем знания, накапливаем опыт, накапливаем какие-то определенные навыки, каждый в своей сфере, которой мы призваны здесь, на этой земле. Одновременно с этим мы должны в чем-то внутри сохранять себя неизмененными. Поэтому-то, помните, Иисус и говорил, кто не будет, как дитя, не уйдет в Царство Небесное. Дитя ведь это то, что мы сохраняем с детства неизмененными. Есть ребенок, а есть ребячество. Ребячество это когда ребенок все делает из своего эгоизма. Вот от этого мы должны избавляться, от этого ребячества. Только я, я, мне, мне, хочу, хочу. Не об этом говорил Иисус. Иисус говорил, будьте как дети в смысле открытости, искренности, честности, радушия. И вот есть точно так же история в Ветхом Завете, пример, тоже связанный с Давидом. Помните, когда Давид собирался построить храм Господу? И вот первое про Липоменон, 29-я глава, 16-й стих. Давид молится. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие, и я от чистого сердца, вот то, что у нас здесь переведено чистое сердце, здесь в септуагинте на греческом стоит именно в простоте, пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе. К сожалению, часто сфера пожертвований является сферой манипуляции, в том числе и в церкви. С одной стороны, смотрите, Господь призывает нас быть людьми жертвенными. Мы видим, что настоящее сердце, связанное с Господом, это радушное или щедрое сердце. С другой стороны, есть аферисты, в том числе в религиозном мире, которые приходят и используют это для своей корысти. Давид очень хотел построить храм к Господу, и он собирал материалы, золото, серебро, деревья для строительства, но однажды Бог сказал ему, Давид, ты воин, и ты был предводителем во многих военных компаниях, из-за чего было пролито немало крови, поэтому ты не можешь построить храм, сын твой построит. Услышав это, Давид мог сказать, ну, не я, да не я, и продолжить заниматься своим делом. А зачем вкладывать себя в то, что со временем будет названо не твоим именем, ведь храм назывался не храм Давида, а храм как? Соломона. Люди, которые говорят, знаешь, о Боге, о жертве, но все хотят назвать своим именем. Вроде быть для Бога, но за этим для Бога выпячивается эгоизм человека, амбиции человека, плод человеческая. Если есть возможность прославиться, я буду в это вкладывать жертвенность, посвящение, но если там меня не будет, то мне плевать на эту жертвенность и посвящение, я пойду другим путем. Так вот драгоценный Давид таким не был, он знал, что да, этот храм будет храмом Соломона, но он со своей стороны говорит, я, смотрите, я делал все, я жертвовал, что могу, жертвовал, потому что я это делал от чистого сердца, или, как сказано дословно, от внутренней простоты. Давид был мудрым человеком, искусным человеком, иначе бы он не смог остаться царем, там столько было разных перипетий, интриг всевозможных дворцовых. Он не был беспечным, и он не был несмышленным, но при всем своем уме внутри он остался простым, внутри остался искренним и честным, поэтому, несмотря на то, что мы видим в Библии у этого человека было немало ошибок, причем ужасных ошибок, тем не менее, именно Давид назван царем по сердцу Господа. Почему? Потому что внутри он был вот как раз таким чистосердечным, открытым, щедрым и искренним. Не случайно, смотрите, Иисус говорил, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Есть немало толкования этого стиха, но мне кажется, здесь смысл, не нужно его как-то выискивать, он лежит на поверхности, смысл. Змея, то, что ползает по земле, это земное, голубь, то, что летает, это горнее, это небесное. Так вот, в земных делах мы должны развиваться, мы должны быть мудрыми, мы не должны быть несмышленными, мудры, как змеи. У каждого у нас есть своя сфера, где мы должны получать знания, двигаться вперед, но при этом у каждого из нас должно быть небо внутри, и здесь не нужно ничего усложнять, не нужно ничего, просто знаете, я заметил очень часто люди, такие вот очень, скажем так, бесхитростные, но в отношениях они бывают очень непростые и сложные, вот попробуй с ними, часто обижаются, часто недовольны, и с другой стороны, люди порой, которые мастера в своем деле во внутренней жизни, они остаются простыми, открытыми. Иисус говорил, будьте мудры, как змеи, просты, просты, как голуби. Я хочу вам прочитать слова одной немецкой монахини, которая жила в 13 веке, Мехтильда Магдебургская. очень интересная христианка, чьи труды были долгое время взабыты, и их открыли заново где-то уже в 19 веке. И вот смотрите, что она пишет. Рыба не может утонуть в воде, и птица не может упасть с небес. каждое создание должно найти свое данное ему Богом пространство. И это легко для рыб и птиц. Они знают свое пространство, но для человека это не так легко. Вы знаете, вот в действительности есть пространство, которому каждый предназначен. И Мехтильда пишет, что для рыб это вода, для птиц это небо, а для нас пространство, где мы ощущаем себя как дома, пространство, которое мы понимаем, Господь нам его предназначил. Что же это за пространство и где оно находится? священное писание называет пространство, которое Бог для нас предназначил Царство Божье. И Иисус побуждает искать это Царство Божье нас с вами. Потому что когда мы ищем его, мы находим то, для чего мы и созданы, и сотворены, и получаем радость, и счастье, и благословение. Но люди очень часто пытаются искать радость, счастье в другом. В успехе внешнем, в приобретениях, в количестве домов, прочим, 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 приобретают весь мир. И при этом, что в душе? Нет радости, нет счастья, нет удовлетворения. Вроде бы успех есть. но ты находишься не там, где Бог тебе предназначил. И драгоценное Царство Божье, когда мы говорим о пространстве Царства Божьего, Иисус говорит, оно внутри вас есть. Это нечто реальное, это не что-то такое образное, реальность, когда мы входим в это пространство. Иисус об этом и говорил, Он говорил о Царстве Божьем, Он призывал, Оно может быть незначительно кому-то кажется, но в этом все заложено. И без этого все остальное бессмысленно. Это пространство, заряженное Божьей любовью, заряженное Его святостью, светом, Его присутствием. К этому мы с вами предназначены. Я недавно читал об одном опыте, который проводился. Знаете, очень интересный опыт. Такой эксперимент. Как наше сердце, наш ум, как они воспринимают информацию. И вот этот опыт проводили в разных городах, в разных странах. И вывод был удивительным, одинаковым. К испытуемым прикрепляли разные датчики. Прикрепляли разные датчики к голове, мозг считывают, сердечные ритмы, и прочее, прочее, прочее. И вот этим испытуемым показывали разные картинки на несколько секунд. Картинки были совершенно разные. И испытуемые не знали, какая будет картинка следующая. Картинка, потом несколько секунд ничего, снова картинка. И при этом считывалась информация. И вы знаете, когда человек что-то переживает, например, вот мы переживаем радость или боль, опасность, например, когда картинка там, человек израненный весь в крови, это сказывается на нашем ритме сердца, понимаете, да? На нашем дыхание может меняться. Когда наоборот какая-то умиротворенная картинка, там, небо, пальма, море, у тебя другое ритм сердце и дыхание, все по-другому, да? Так вот, включали разные картинки. Картинки, где была боль, где был страх, где была радость, а потом смотрели на показания и, проанализировав данные, пришли к удивительному выводу. Похоже, сердце на несколько секунд раньше знало, какая картинка должна появиться, хотя человек не знал, какая картинка. Но за несколько секунд до появления изображения внутри сердце начинало работать, подавать сигнал в мозг, и мозг потом, не было еще картинки страха, а у человека уже могли волоски подниматься. И ученые пришли к выводу, словно сердце наше соединено с такой информацией, которая находится вне времени и пространства. Словно в глубине себя мы соединяемся с чем-то, что намного больше того, что мы видим и мы слышим. То, что люди называют очень часто интуицией, когда ты вроде бы не знаешь, а интуитивно это предчувствуешь. Вот где должно находиться? Мы в последнее время на эту тему много общались с Дианой, Диана тоже рассказывала какие-то есть вещи, когда вдруг приходит какой-то, даже сережка находится, там, там, у ворот должна лежать в снегу, и она там лежит. Словно есть некий канал, помимо нашего ума и всего прочего. Ты скажешь, пастор, ну хорошо, но если я останусь таким чистым, искренним, простым, как быть простым, как голубь, но при этом мудрым. Как знать из массы информации, какая верная? Один говорит одно, а другой говорит другое. Ну как, бывает даже развивая свои знания, не знаешь, кто прав. Правда же? Поэтому драгоценные, с одной стороны, в священном писании побуждают приобретать знания и мудрость. Но священное писание это не просто мотивационная книга, что давай развивай свои способности, таланты, не будь глупым, давай, читай. Нет, это намного больше, чем просто побуждение нас к умственному развитию. Священное писание говорит, что есть что-то в нас больше, чем даже наши чувства или эмоции. Там, где появляется интуиция, то, что называется сокровенный сердце человека, он находится внутри нас. Царство Божье внутри вас есть, говорил Иисус. И наша духовная жизнь, это не просто проблемы, мы молимся и смотрим, получилось или не получилось. Ведь в действительности часто наша молитва это сплошной монолог. Мы говорим, 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 ничего не слышим, в конце концов часть верующих в молитве вообще разочаровывается. Я молюсь, но что-то получается, что-то не получается, но ведь и в жизни так же бывает, что-то получается, что-то не получается. Какой же смысл молитвы? Такой драгоценный молитва, это не просто попытки решить свои земные проблемы с помощью духовных высших сил. Молитва это некая связь взаимоотношения с миром, который превыше всего земного. Мир горний, мир названный Божье Царство. Когда мы находимся в нем, мы вдруг понимаем, вот для чего Бог нас создал, предназначил, вот она среда обитания, где нет времени, где нет пространства, потому что оно намного шире всего нашего трехмерного пространства и время, все, что мы знаем, оно превыше нашего ума, оно превыше наших знаний всевозможных. И соединяясь с этим, мы словно подключаемся к некому источнику, который и создал все видимое и невидимое. И хождение с Богом это совершенно реальные вещи. Общение с Богом это совершенно реальные вещи. И то, что ты общаешься с Богом, это совершенно не означает, что в твоей жизни все должно быть хорошо и без проблем. Наоборот, нередко, когда люди начинают искать Бога в их жизнь и приходят множество трудностей и множество проблем приходят, и у них возникает вопрос, почему я ищу Господа, а проблемы словно этого и ждали. И тут, знаете, я помню в свое время, когда задевался в фитнесе с тренером, тренер мне объяснял, ну, может быть, для многих это очевидная вещь, а я тогда не знал еще, как растет мышца. Он говорит, понимаешь, как растет, вот как растет мышца, почему от занятия с гантелями, с тренажерами мышцы начинают расти. когда ты начинаешь заниматься, берешь там вес, берешь штангу, берешь какие-то гири, то это непривычно для твоих мышц. И в процессе подъема мышца работает, а количество мышечных волос у человека всю жизнь не меняется. Как же мышца растет, если количество мышечных волос не меняется за всю жизнь? А занятие, говорит, на мышечной ткани появляются раны. Из этого после занятия физкультурой боль может быть. Ранки возникают, ранки, 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 мышечная ткань, там ранки появляются от веса. И тогда мышечная ткань начинает работать, чтобы эти ранки залечить, и там появляются вот эти слои, то есть она утолщается, утолщается, и в итоге у человека мышца начинает расти. И казалось бы, через боль, через раны мышца становится больше и сильнее. Не случайно в современном переводе книги притч один из стихов говорит, боль способна изменить человека изнутри. Мы порой не понимаем, Господь, как же так? Я так сильно тебя чувствую, я тебя начинаю познавать, я тебя начинаю переживать, и вдруг такие вещи случаются в моей жизни, столько боли, как так? Может, я чересчур простой? А Бог специально допускает эти раны в твоей жизни. Господь, я хочу больше тебя, я хочу... И Бог говорит, точно такой же принцип, как у физических мышц, точно так же в нашей духовной жизни. Хочешь духовного изменения роста, ближе быть с ним, лучше слышать его, развивай свою духовную жизнь, свое сердце. А как развивать свою духовную жизнь, как развивать свое сердце? Ты начинаешь желать этого, ты начинаешь стремиться к этому, и у тебя на твоей жизни начинают появляться рамки, боль, сложности, трудности. Кто-то тебя предал, кто-то тебе сказал гадость, кто-то тебя оболгал, кто-то там тебя подставил, кто-то тебя обошел, кто-то тебя использовал. Приживали такие вещи? И ты думаешь, Господь, почему, почему, почему? А потому что наша духовная жизнь развивается, когда мы прощаем. А как прощать, если тебя не обижают? потому, вот вы знаете, я помню, когда я первый раз, будучи молодым человеком, я помню, в 80-е годы открыл Евангелие и стал читать Евангелие, я вот не скажу, что я очень много понял там при первом чтении Евангелия, но в то же самое время я вдруг почувствовал, как будто слова Иисуса Христа обращаются к чему-то глубинному во мне. Я это не до конца осознаю, но словно все внутри меня отзывается на его слова, что да, это правильно, да, это так, как будто что-то внутри меня услышало родное слово с небес. Когда Иисус говорил, молитесь за обижающих, благословляйте ненавидящих, ведь твой рассудок говорит, нет, нельзя так себя вести. Ну ладно, еще тебе хорошее сделали, ты хорошая в ответ, но как любить врага? Разум этого понять не может, рассудок этого понять не может, поэтому часто люди бывают очень усложненные во взаимоотношениях, вот они такие прям непростые все. В чем красота во Христе Иисусе? Вот заметьте, бывает, читаешь пророков Ветхого Завета, много не понимаешь, читаешь апостола Павла, тоже много непонятного, не случайно апостол Петр говорит, что в посланиях Павла много неудобов разумительного, помните, да? Но когда читаешь слова Иисуса Христа, все понятно, ну что непонятно, прощайте обижающих, что непонятно, любите врагов ваших, что непонятного, молитесь за обижающих и гонящих вас, что непонятно, это просто, однако словно знаете, весь наш опыт жизни говорит, нет, нет, так не нужно, и люди как раз уходят от этой простоты, которую мы и должны сохранять внутри себя, когда мы ищем, когда мы открыты перед ним, когда вот это наше я, эго наше отходит на второй план, и мы ищем царство Божие и правду его прежде всего, это та цель, для которых мы делаем наши вот эти выезды созерцания, какая цель? Остановиться и открыть себя, открыть себя, открыть свое сердце, мы настолько закрыты, вы знаете, вот парадокс, там где нужно открыться, там мы закрыты, а там где наоборот нужно мудро, критически относиться, там вот мы открыты и принимаем всякую ложь, почему мы путаем, не можем различить, где нужно быть открытым, а где нужно быть мудрым, где нужно быть мудрым, как змея, а где нужно быть простым, как голуби, вот как понять, в каких случаях, как, так вот именно через соединение с ним, он даст нам информацию еще раньше, чем происходит событие, ты внутри себя, в своем сердце, начинаешь вещи многие понимать, предвидеть, осознавать, и находясь вот в этой сфере божественной осознанности, ты переживаешь, что это именно то, ради чего Бог тебя создал, как Он создал птицу для небес, а рыбу для воды, вот, царство Божье внутри вас есть, есть, и когда мы читаем Евангелие, оно как раз и касается вот этого Слова Христа самых-самых наших вот этих глубин, самых глубин касается, и мы начинаем любить, когда кажется, что любить невозможно, и мы прощаем, когда, казалось бы, у тебя нет сил простить, и через это, через то, что ты преодолеваешь вот эти ранки, эти микротрещины, которые словно возникают от бед, от проблем, от боли, которые ты встречаешь в этой жизни, происходит одновременно и духовный рост, вот почему, становясь мудрее, ты одновременно остаешься простым человеком, приобретая какие-то знания и информацию, ты одновременно сохраняешь искренность и радушие внутри себя, поэтому ты можешь достигать в этом мире на самом деле высот, но при этом как Давид, не ради своего имени ты это все делаешь, даже если там будет другое имя, ты все равно будешь радоваться и делать лучшее, что ты можешь со своей стороны, потому что ты делаешь не из-за своих амбиций, желаний прославиться, там что-то достигнуть, а словно из движения некой силы, которая наполняет тебя оттуда, изнутри, и поэтому то, что ты делаешь так и не похоже на то, что делает этот мир, оно славит Господа, царя всех царей и Господа всех господствующих, поэтому драгоценное, я вам скажу, что познание Господа и его царство, оно полностью меняет нашу жизнь, но меняет наши отношения, меняет, и вот дает нам это понимание, когда мы соединяемся с этой глубиной, на которой Господь ожидает нас, мы часто пытаемся что-то вот искать, искать его, где же Господа найти, где же, может куда-то поехать, может куда-нибудь туда поехать, знаете, тут вот хороший есть пример, цветок, цветок, когда он распускается, идут ароматы, пчелки чувствуют ароматы и прилетают к цветку, цветку не нужно выискивать пчел, ему не нужно бегать за пчелами, ему нужно раскрыться, точно так же, а где же найти, а в каком городе, а на какой конференции, а что совершить, больше всего хранимого, храни сердце, открывай свое сердце пред Господом, открывай свое сердце, и Библия говорит, что с искренними, Бог как? Искренне, а с лукавыми, как бы ты ни пытался там изобразить себя простым таким, но с лукавыми Господь поступает по их лукавству, я так хочу, чтобы действительно наша церковь это было место, где наши сердца открываются перед ним, просто открываются, и поверьте, Бог и зальет свою благодать до избытка в каждое открытое сердце, ты не знаешь, я не знаю, что ждет впереди, он знает, и внутри у нас есть этот канал, соединение с этой информацией вне времени и вне пространства, там, где Царство Божье находится, и вместе с этим ты получаешь вдохновение, получаешь радость, получаешь силу прощать обидчиков, любить врагов, молиться за обижающих, благословлять гонящих тебя, и ты вдруг видишь, что та же сила, которая действовала в Иисусе Христе, та же сила, благодаря которой на Голговском кресте он говорил, Боже, прости, ибо не ведут, что творят, та же сила, которая наполняла его любовью к тем, кто вчера еще кричала сам, на сегодня кричит распни, та же самая сила наполняет тебя, та же самая сила любви и помогает тебе проходить через всякую боль, всякие сложные вещи, всякие тесные обстоятельства, и ты отлично понимаешь, это все не случайно, ни одна боль не случайно, ни одна беда в твоей жизни не случайно, ни одна проблема не случайно, для чего, Господи? для того, чтобы поток духовной жизни был более мощным, и никогда Бог не допустит до тебя никакую метротрещинку, которую ты не способен был бы преодолеть, и не просто преодолеть, но возрасти в этом духовно, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, вот разум этого понять не может, разум тут же фильтрует, хорошее люблю, плохое нет, все, все задействует к благу, ничего не случайно, ничего не случайно, все под его контролем, пока мы боремся с ним, пока мы пытаемся что-то доказывать ему, мы несчастны, когда мы входим в гармонию с небесами, мы видим Его руку везде вокруг, и самое главное, внутри себя, потому что Он источник жизни, любви, благодати и милости, и мы можем быть с одной стороны мудрыми, мы не такими простудушными, которых там используют для разделения служений, церквей, всевозможные авесоломы века сего, мы мудрыми, но с другой стороны простые, прощаем, любим, искренне относимся, не становимся ни циниками, не скептиками. И так важно, заднившись с ним, мы эти две вещи уже не перепутаем. Субтитры создавал DimaTorzok